Анатомия жива. Удивительные и важные медицинские открытия 20-21 веков, которые остались незамеченными. Автор Даниил Давыдов. Читает Максим Гамаюнов. Введение. Золотой век анатомии начался в 16-м столетии и продолжался вплоть до 19-го века. Тайны внутреннего устройства человеческого тела привлекали лучших ученых. Так что анатомия человека считалась одной из важнейших областей исследований. Престиж анатомии был так высок, что в 1542 году французский анатом, математик и астроном Жан-Франсуа Фернель 1497-1558 писал «Анатомия для физиологии, как география для истории, описывает место действия». Фернель знал, о чем говорит. В конце концов, именно он придумал термин физиология. Однако к началу 20-го века большая часть органов была уже открыта, а их подробные портреты попали в анатомические атласы. Миссия анатомии изменилась. Теперь ученые, работавшие в этой области, стремились уточнить строение уже открытых и описанных легких печени и мозга и разобраться, как именно они работают. Но к концу 20-го века многие люди, и среди них немало ученых, начали считать, что песенка анатомии как области научного исследования спета. В интервью для журнала The Conversation профессор эволюционной биомеханики из Лондонского университета Джон Хатчинсон вспоминает. В 90-х годах 20-го века, когда он учился в аспирантуре, многие его коллеги считали, что строение человеческого тела давным-давно изучено и новых открытий в этой области не предвидится. Но 21-й век показал, что ученые и врачи серьезно переоценили свои знания и недооценили чудесную шкатулку с секретами – человеческое тело. Современные методы исследования принесли и новые анатомические открытия, причем довольно крупные, от лимфатической системы мозга до неизвестных слюнных желез, которые обнаружили в глотке в 2021 году. В общем, хоронить старушку анатомию явно преждевременно. Я уверен, что наше тело еще преподнесет ученым немало сюрпризов. А пока предлагаю послушать о том, что нам в 20-21 веках удалось узнать о строении и работе тела. Но прежде чем двигаться, я должен сказать несколько слов о том, как устроена книга, и сразу же извиниться за ее неполноту. Объем книги не бесконечен, поэтому я включил в нее только те открытия, которые показались мне самыми важными и интересными. А еще я должен попросить прощения у тех блестящих ученых, которые приложили руку ко многим из упомянутых в книге открытий, но либо не попали в книгу, либо упомянуты только вскользь. В свое оправдание я могу сказать только одно. У меня не было другого выхода. Большинство научных открытий случились только потому, что в этом направлении в разное время работали десятки, а иногда и сотни исследователей. Но если упомянуть всех, то история просто рассыплется на кусочки. Как слушать эту книгу? Человеческое тело устроено сложно. Чтобы говорить о нем правдиво и без лишних упрощений, нужен особый анатомический язык, на овладение которым у специалистов уходит по несколько лет. Но поскольку у нас этого времени нет, каждую историю об анатомическом открытии я буду предварять коротким введением. Там я в общих чертах расскажу, как устроен и работает орган, о котором идет речь, и познакомлю с основными понятиями анатомического языка, которые потребуются нам в разговоре об этой части организма. Во второй части каждой главы я расскажу о том, что уже было известно ученым об устройстве органа к концу девятнадцатого века. Это важно, ведь многие наши герои совершили свои открытия, возражая своим предшественникам и дискутируя с ними. В третьей и четвертой частях глав речь пойдет о том, как именно было сделано то или иное анатомическое открытие. Мы увидим, как рассуждали ученые, к каким методам прибегали, с кем спорили и чьи концепции опровергали, и к каким выводам в итоге пришли. И, наконец, в конце каждой главы расскажу о практической пользе анатомических открытий. Ведь анатомия – именно та наука, прорывы в которой в самом прямом смысле слова спасают жизни. Правда, в главах, посвященных двадцать первому веку, мне зачастую пришлось сочинять. Ведь открытия совсем свежие, можно сказать, с иголочки. Так что пока непонятно, к чему все это приведет.